Смотрим с Надей инстаграмы двух людей, которые уехали из Украины. Хотелось бы сказать, бежали, но они не из прифронтовых областей, поэтому больше подходит слово свалили. И сделали они это давно. Мы с Надей просто диву даёмся, как люди, уехавшие от войны, хвастаются в своих инстаграмах. Они выкладывают свою прекрасную жизнь за границей, сидя на пособиях, при этом именно хвастаясь и выхваляясь, показывая концерты, где они были, танцы всякие. Мы вот сидим за братом моего трусимся каждую минуту и просто не понимаем, как такое вообще может быть. Люди, что, казалось бы, были хорошими людьми. Ни слова сочувствия Украине в инстаграмах, а дни довольные ролики развлекушек на халяву. Наконец-то мы добрались до отеля. Сейчас мы вам покажем, какие нам дали номера. Смотрите, это дали нам абсолютно бесплатно. До тех пор, пока государство не найдёт нам какое-то жильё. Вот. Смотрите, какие шикарные номера. Мы вообще просто в шоке. Мы думали, нас поселят какие-то хостелы. Вот ванна. Вот. Туалет вот так выглядит. Здесь есть всё вообще, всё по высшему разряду, знаете. Как будто бы заехали за деньги, а не бесплатно. Все и мыло, и всё, всё то, что должно быть, когда оплачиваешь отель. И даже телевизор. Ой, маленький холодильник даже есть. Думала, его тут и нет. Посмотрите, что дали Косте. Чтобы вещи не тянуть сто раз, не ходить, ему дали такую тележку для перевоза вещей. Увидел через окно всё наше богатство? Слушай, да не гнил ты. Вон там, посмотри, какая сумка стоит. Налево загляните. Ты посмотри, какого размера сумка. Как все твои вещи. Мы пока решили все вещи занести к бабушке, и потом будем разносить их, разбирать и разносить по своему комнату. Пассиджо tutta sola, в beste страде, мирово, гадуония и монумент, Молодцы, классика странера, в полуная страна, Молодой, гидрасанка, Идра, он тонко, Ращитта, А кем я после того, В пассиве, Мелар��, Зеркали, Я не мог бы, Ты, Да, Милар, Президевая, Передевая, Президевая... Педро, 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 Продолжение следует... ... Все это время, пока семейство страдала в Испании, за животными ухаживала тетя Оля. Вскоре тетя Оля принимает решение уехать в Польшу к семье. Уход за животными берет на себя мама Нади. Лена начинает понимать, что тетя Оля не собирается возвращаться назад. Кто-то эти игры вытаскивал, рассматривал, играл. Может быть, тетя Оля с внуком, скорее всего, в одной игре там что-то не хватает, в другой игре что-то не хватает. Я искала, что-то нашла за шкафом, что-то нашла совсем в другой коробке, что-то еще вообще не нашла. То есть где-то у меня, ну, попропадали некоторые запчасти. Также Черкассы покидает сестра Лены, Таня. Позже, Виктор, отец Лены, также решит уехать из Черкасс и отправиться на свою историческую родину, Норвегию. Но вернемся к посту в Телеграме. Мы с Надей просто диву даемся, как люди, уехавшие от войны, хвастаются в своих инстаграммах. Они выкладывают свою прекрасную жизнь за границей, сидя на пособиях, при этом именно хвастаясь и выхваляясь, показывая концерты, где они были, танцы всякие. Люди, что, казалось бы, были хорошими людьми. Ни слова сочувствия Украине в инстаграммах, одни довольные ролики развлекушек на халяву. Счастливая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok В комментариях, не так давно приехавшая Лена начинает обвинять своих родственников Только Лена забывает, что не у всех есть возможность уехать в случае ухудшения ситуации И в отличие от Лены, Виктор и тетя Оля работали Далее идет трогательная история о том, как Катя экономит на одежде и отправляет деньги на фронт А где же были те самые трогательные девушки, когда у их близкого человека случилось горе? Я реально не знаю, должна быть рядом с Надей, но я не чувствую, что я смогу ее поддержать, если я поеду рядом с ней быть Тем более, что мы привезли ее мужа, и я думаю, что это для нее будет лучше Поэтому мы поговорили с Надей, и я ее спросила, что Надя, если ты хочешь, я могу выпустить видео Потому что то, что я написала в Телеграме, мало человек читает, а видео смотрит больше человек Если хочешь, я выпущу видео, где укажу реквизиты, чтобы могли помочь Надя сказала, да, выпускаю Лена, потому что говорит, ну, очень тяжело Мало того, что морально очень тяжело, еще и финансово Конечно, на кладбище так никто не поехал Костя лежал под капельницами Лена поймала приступ аритмии А девушки, готовые отдать последние трусы, закатили вечеринку у Насти дома Кинули денег, сняли видео и хватит Я не буду вам выкладывать вчерашнее видео с этого Хэллоуина Да, я повезла детей в ту любовь, в костюмах, как они и хотели Да, я нашла силы сделать им дом этот квест С большим трудом, но нашла, и да, я это засняла Но это не значит, что я легко переживаю этот период Это не значит, что Надя там страдает, а я тут гуляю и праздную Ох, вот эти сказочки Ох, вот эти сказочники Вот что Лена писала перед тем, как покинуть Испанию Было собрание сегодня в отеле Просили искать жилье себе поскорее В общем, все проживающие в Украинце должны сами искать Вот о некотором семье мы не нашли А сейчас просят искать самостоятельно Мы спросили, где же его искать, если большая семья Еще и с животными, говорят, ну, может в каких-то маленьких провинциях Лена была бы и рада остаться в Испании Только вот никто оставлять ее там не собирался Но в комментариях Лена упорно продолжает доказывать обратное Выводы делайте сами Многие из ее окружения покинули Черкассы И продолжают жить и радоваться жизни, невзирая на свои проблемы Лена, а что Лена? Она продолжает бесконтрольно покупать горы игрушек Плодить кошек и делать контент на ребенке